Акция Прикрытия Это глобальный передел экспроприации активов посредством введения цифровой валюты как средство установления планетарной власти. Помимо прочего, это должно обнулить тот огромный мировой долг, который создал глобальный финансиализм за последние 30, особенно за последние 10-15 лет, приведя к краху и капитализм, и старую глобализацию. Вот как описывает план захвата центральными банками всех ценных бумаг, банковских депозитов и имущества, финансируемого за счёт долгов Дэвид Уэбб. Это бывший менеджер хедж-фонда, обладающий инсайдерским знанием Уолл-Стрит в книге «Great Take». Великий захват, великий отъём. Я излагаю основные идеи, я не смог достать эту книгу, и основные идеи Уэбба я излагаю по реферату, который вы можете посмотреть на «Анага Минкс» в живом журнале. Реферат очень хороший, очень качественно сделан, очень рекомендую его. Как опытный рефератчик, проработавший долгое время в Институте научной информации, я должен поздравить автора этого реферата, он выполнен блестяще. Великий отъём – это завершающая стадия нынешнего суперцикла накопления долга. В план и в долг включены все финансовые активы, банковские депозиты, все акции, облигации, а следовательно, всё имущество всех госкорпораций. Земля, полезные ископаемые изобретения, машины, интеллектуальная собственность и частная собственность частных предприятий. В случае реализации этого плана, пишет Уэб, глобальная паутина центральных банков с глобальным пауком главным, международным банком расчётов МБР в Базеле, получит контроль над государствами, партиями, спецслужбами, полицией, СМИ, корпорациями. Те, кто возглавляет эту сеть, небольшая группа людей. И, по сути, это план тотальной гибридной войны против человечества в целом. Уэб показывает, что силы, стоящие за центробанками в современном мире, в течение полувека создавали по всему миру юридические структуры, которые ограничивают права собственности на ценные бумаги. Наше право собственности и контроль над ней, говорит он о западном мире, удалены от собственника. Теперь это не физически бумажный сертификат, который можно потрогать. Сегодня акции, облигации и другие инвестиции централизованы, перезаложены, используются повторно. В результате на один и тот же объект несколько претендентов. Владельцы брокерских счетов лишь кажутся собственниками, пишет Уэб. Если их брокер обанкротится, то акции и облигации, которыми они, по их мнению, владеют, будут использованы для удовлетворения старших кредиторов их брокера. Уэб приводит следующий пример. В 2008 году во Флориде обанкротился мелкий брокер, и тогда конкурсный управляющий не стал отправлять ценные бумаги клиентов другому брокеру, а просто забрал их. Но есть и вовсе не мелкие примеры. Банкропство банка Лемон Брадерс. Оно стало прецедентом, который позволяет обеспеченным кредиторам забирать активы клиента в случае неплатежеспособностей. Такими наиболее обеспеченными и старшими кредиторами являются финансовые учреждения, которые наиболее близки к центральным банкам – JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs и другие. При этом, если человек не может обслуживать свой долг или свои долги, у него могут забрать не только ценные бумаги, но любой актив, финансируемый в счет долга – дом, квартира, автомобиль, бизнес, пенсионный счет. Таким образом, резюмирует Уэб, самым влиятельным и богатым семьям мира удалось опутать большую часть мира долгами и создать систему, подрывающую права собственности на ценные бумаги. Чтобы отнять собственность у подавляющей части населения планеты, нужен большой финансовый кризис. Добавлю от себя, этот кризис может спровоцировать пандемия или большая война. Не такая война, которая сейчас идёт на Украине, а значительно больше по масштабу. Сам же финансовый кризис готовится как взрыв пузыря в духе так называемого ипотечного кризиса США в 2008-2009 годах. Для этого нужно было максимально увеличить потребительский долг домохозяйств, охватить им максимальное число домохозяйств, а затем проткнуть пузырь. Мне очень нравится та цитата, которую из Уэбба привёл автор замечательного реферата в «Живом журнале». Я ещё раз хочу поблагодарить этого человека за очень квалифицированный реферат. Так вот, Уэбб пишет, что бумажная валюта – это необеспеченная ответственность обанкротившегося правительства. Как только вы внесли валюту в банк, пишет в прошлом финансист Уэбб, она больше не будет вашей технически и юридически, это собственность банка, тогда как ваше владение всего лишь необеспеченное обязательство банка. Это распространяется и на драгоценные металлы, которые вы положили в банковскую ячейку. Кстати, аналогичные мысли у нас высказывает Александр Лежава. Достаточно посмотреть и его замечательный телеграм-канал «Лежава. Деньги и жизнь» и просто почитать его книги. Ну, что советует Уэбб? Советует покупать золотые и серебряные инвестиционные монеты, вкладываться в недвижимость и в биткоины. Ну, здесь я не спец, я не могу сказать, насколько биткоин – это цифровой инструментопредъявитель, насколько он может решить проблемы, а вот недвижимость и золото – это, пожалуй, что да. Значит, в сухом остатке огромный долговой пузырь, который нужно только проткнуть, чтобы лишить людей собственности и превратить их в рабов, в охлос новых хозяев посткапиталистического мира – вот о чём помалкивают в Давосе. Там обсуждают то, как можно было бы проткнуть пузырь и как людей подтолкнуть в той ситуации, когда пузырь проткнут, и у людей ничего не останется. Тут вам зелёные повестки, цифровизация и прочая хренотень. В результате действительно создаётся наднациональная власть. Ну, и вот ковид был попыткой решить целый ряд проблем. Вот сейчас совершенно…